Утро вторника встречаем вместе с программой Утренний Фрэш. Меня зовут Александр Лупиненко. В ближайшие несколько минут я расскажу об актуальных культурных событиях города Гомеля и Гомельской области. Также часть выпуска будет посвящена интересным новостям из мира технологий. Сегодня на территории Гомельской области прогнозируется сплошная облачность, возможен небольшой дождь. Будет прохладная, температура воздуха составит всего 8 градусов, ветер западного направления скоростью до 7 метров в секунду. До 10 октября в Гомеле проводится фотоконкурс под названием «Связь поколений». Его посвятили Дню Матери. Идея творческого состязания в том, чтобы показать преемственность поколений. Участникам нужно представить снимки, на которых прабабушки с правнуками. Работы в печатном варианте принимает Гомельский городской центр социального обслуживания семьи и детей. Конкурсантами могут стать все желающие. Возрастного ограничения нет. По итогам конкурса жюри назовет трех победителей. Награждение пройдет 16 октября. Если вы хотели, но еще не успели посетить выставку «Мои 90-е не главные новости», торопитесь. Увидеть работы фотографа Олега Белоусова в библиотеке имени Герцена можно только до 10 октября. Снимки сделаны в Гомеле, Москве, Вильнюсе и других городах в 90-е годы. В этот раз автор показывает в основном черно-белые фотографии, чтобы сосредоточить внимание на сюжете, не отвлекая на игру красок. В путешествие по живописным уголкам планеты Гомельчан приглашает выставка под названием «Планета без виз». Фотохудожник и путешественник Станислав Янчарский побывал более чем в 40 странах мира и теперь знакомит с ними посетителей Российского центра науки и культуры. Часть его работ посвящена красотам Белоруссии и России. Также здесь можно полюбоваться пейзажами Бразилии, Исландии, Италии и многих других стран. Открыта выставка только до 12 октября. И еще об одной выставке, которую нужно успеть посетить любителям фотографии. Результатами своих творческих поисков делятся участники фотоклуба «Максимус». Отчетная выставка под названием «А у нас во дворе» открыта в Музее истории печати и фотографии Гомельщины до 12 октября. На выставке каждый найдет для себя что-то интересное, казалось бы, в обыденном. Напомним, темой для вдохновения фотографов на этот раз стали гомельские дворики и их жители. Только до конца этой недели гомельчане могут отправиться на фотоэкскурсию по одному из районов Шанхая. Выставка «Пудун сегодня» продолжает работу в картинной галерее Гавриила Ващенко. Фотографии отражают активное развитие нового района с его жизнью, людьми, культурой и достижениями в строительстве. С экспозиции уже познакомили жителей и гостей Москвы и Минска, а теперь знакомят и жителей и гостей нашего города. Гомельчане смогут впервые принять участие в международной акции «Менделеев Лаб». Она пройдет 12 октября в университете имени Франциска Скорыны. Гомельчане проверят правильность своих представлений об устройстве окружающего мира, пройдут тесты и вспомнят, чему их учили на уроках химии. Написать открытую лабораторную смогут и дети. Для них подготовлена отдельная версия викторины. Все участники получат памятные сувениры. Отличникам этого мероприятия полагаются ценные призы. К музыкальным новостям. Гомель готовится к пятому форуму классической музыки. 21 октября в концертном зале Колледжа искусств имени Соколовского выступит пианист Борис Блох. Известные произведения он исполнит в сопровождении Гомельского симфонического оркестра. 14 ноября на сцену Дворца культуры железнодорожников выйдут итальянские артисты оперного театра «Ла Скала». Они исполнят произведения, которые считаются золотым фондом мировой классики. А завершится программа форума 15 декабря на той же сцене. В этот вечер состоится встреча зрителя с французской музыкой в исполнении звезды мировой величины Марка Дробинского. Кстати, в его руках зазвучит виолончель 1748 года. В рамках форума также пройдут мастер-классы, лекции и семинары для молодых гомельских музыкантов. В середине осени состоится еще одно музыкальное событие. Впервые в Гомель приедет вокальный проект «Нонсенс» с большим сольным концертом под названием «А в небе кружат листья». По версии «Байтоп» и «Музнаграды-2019» «Нонсенс» признан лучшим в номинациях «Лучшая песня» и «Лучшая группа». Символично, что концерт в Гомеле пройдет как раз в День матери. С гомельской публикой артисты поближе познакомятся 14 октября. Зрители ждут в ГЦК в 19.00. В продолжение музыкальной темы. Программа «Мультимания» станет необычной премьерой в этом концертном сезоне Гомельской областной филармонии. Зрители окунутся в мир, где живут любимые персонажи мультфильмов и звучат песни, в которых не будет грустных нот. Легендарные произведения хорошо знакомы не только детям, но и взрослым. Они прозвучат в исполнении юных и профессиональных артистов. Яркие костюмы, красочные видеоряды, общение с артистами и ведущими подарят зрителям море позитива. Концерт состоится 5 ноября в Гомельском городском центре культуры, начало в 18.00. Теперь к новостям из мира технологии. Одна из британских компаний разрабатывает новую технологию сортировки отходов с помощью компьютерного видения. Процесс раздельного сбора отходов обещают сделать более простым и быстрым. В разработке используются технологии искусственного интеллекта. В базу данных загружаются изображения разных типов отходов. И затем робот самостоятельно и очень быстро, в течение секунды, распознает стекло, бумагу, картон и пластмассу. Пока эта новинка тестируется на мусороперерабатывающих заводах в Великобритании и Корее. А японские ученые изобрели ультратонкую кожу-дисплей. Она призвана оперативно получать сведения о состоянии сердечно-сосудистой системы. Матрица из маленьких светодиодов способна выводить линию пульса и другие показатели. Толщина этого устройства всего 1 мм и никаких неудобств носителю дисплея не причиняет. Наклеенный на руку он не мешает сжимать и разжимать ладонь, а во время движения не прекращает работать. Разработчики считают, что использование этой новинки позволит сделать жизнь людей гораздо спокойнее. В Великобритании ученые значительно усовершенствовали технологию 3D-печати. Теперь с помощью принтера можно создавать и мягкие предметы. Для этого используется гидрогель на основе полимеров. Этот материал обеспечивает прочность и устойчивость объекта. А раньше 3D-печать мягких предметов считалась труднодостижимой целью. Проблема заключалась в том, что мягкие материалы легко деформируются и объекты из них получаются видоизмененными. Тело человека. Познавательная передача о вопросах здоровья. Статистика говорит, что большинство взрослых белорусов обращаются к помощи врачей лишь по крайней необходимости. А количество тех, кто занимается самолечением и самодиагностикой, и вовсе сложно посчитать. В итоге это влияет не только на среднюю продолжительность жизни в стране, но и на ее качество. Первый шаг на пути к изменению такой ситуации – профилактика. На это и направлена передача «Тело человека». Смотрите сегодня на телеканале «Беларусь-4», «Гомель» в 19.30. Программа «Добрый вечер, Гомель» – это разговор на актуальные темы, рассказ о ярких событиях из жизни нашего региона, интересные гости в студии и известная ведущая телерадиокомпания «Гомель». Сегодня вечером смотрите очередной выпуск, а также подписывайтесь на наш инстаграм и присоединяйтесь к группе ВКонтакте. Включайте телеканал «Беларусь-4» в 20.25. Это прекрасная возможность, приятно провести вечер всей семьей у телеэкрана. Звоните в студию, делитесь своими историями и принимайте участие в наших розыгрышах. На этом пока все. Новое утро с вами встречали «Утренний фреш» и я, Александр Лупиненко. Желаю вам интересного дня, который будет насыщен только приятными событиями. «Утренний фреш» и я, Александр Лупиненко.